Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Ну что, друзья, мы все с вами наблюдали, как последние недели российские пропагандисты всем хороводом громили ртом украинское контрнаступление. И вначале запорожское направление, где сейчас ожесточённые бои. Украинские националисты пробуют на прочность нашу оборону безуспешно. В итоге полный провал и большие потери, как в живой силе, так и в технике. Многоуровневая защита, в которой окопались россияне, оказалась практически непробиваемой. Враг не смог преодолеть не то, что первой полосы обороны тактической зоны обороны, но даже вклиниться в неё. И под такое дело вписался даже лично сам Путин. Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Но ой, несмотря на все старания и фантазии... Не удалось ни взломать, ни вклиниться нигде до сих пор, хотя идёт, да, вторая неделя. И уже понятно, что это очередной военный тупик. Тупик, за который очень дорого заплачено. При этом наше министерство обороны, Сергей Борисович, говорит о том, что мы уничтожили 7,5 тысяч человек, на секундочку, только за две недели. Ежегодную акцию «Нравится, не нравится, Россия уменьшается» остановить никак не удалось. За каких-то две недели под контроль ВСУ перешли 8 населённых пунктов. И, чтоб все понимали, такой результат на Бахмутском направлении у России был более чем за полгода. Пятихатки стали восьмым освобождённым населённым пунктом на южном направлении. До этого были Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка, Новополь, Новодаровка и Лобково. При этом очень важным является освобождение села Пятихатки. Это крайне важная локация, с которой открывается дорога на Васильевку, а затем и на Мелитополь. И Россия прилагала действительно огромные усилия, чтобы удержать село, но Пятихатки уверенно вышли из чата. Посмотрите вот на красавцев из 128-й бригады. 18 июня силами 128-й горно-штурмовой бригады и 2-го ОСБ были выбиты расшисты из населённого пункта Пятихатки. Ой, а что это у них там под ногами виднеется? Странный какой-то флаг. Но с ним как раз история просто прекрасная. Ведь эта самая тряпка – ничто иное, как боевое знамя осетинских подразделений вооружённых сил Российской Федерации. Посмотрите вот на этих опасных. Ну всё, фашисты, спасайся, кто может! Уничтожаем нацистскую нечисть! Слава России! Слава Осетии! И это правильно! Ну то есть опасные записали видео, грозно трясли кулачками, а потом – оп! И боевое знамя вдруг оказывается под ногами Закарпатской бригады. При этом, по словам российских же источников, среди бородачей выжили единицы. А целый батальон, включая замкомандира, просто перестал существовать. Бой, ставший последним. 16 июня не стало заместителя командира батальона «Шторм Осетия» Айвенга Техова. Он сражался на первой линии обороны на Ореховском направлении Запорожского фронта. А теперь угадайте, с одного раза рассказали ли об этом Скобеева, Соловьёв, Витязева и Ижи с ними. Да, разумеется, нет. Подумаешь, минус батальон, бабы ещё нарожают. Причём у этих самых баб сейчас максимально сложная задача. Мало того, что рожать нужно, так и никого попало, а сразу генералов. Ведь не успели в России похоронить начальника штаба 35-й армии. Был убит начальник штаба генерал-майор Сергей Огорячев. Он стал одним из самых высоких военачальников убитых в этой войне. Как ракетой накрыли командный пункт 80-й арктической бригады РФ. На связи админ. Враг ударил по КП 80-й бригады. Наши соболезнования. Полководцев оттуда, судя по всему, собирают по частям. Как, собственно, и десятки охранников крупнейшего склада боекомплекта российской армии в посёлке Рыково. История с Рыково, кстати, прекрасно решительна во всём. Посёлок находится в глубоком тылу, и россияне были свято уверены, что Украина туда точно не достанет. И раньше бы действительно не достала. Но демилитаризация Украины, которой так гордятся Путин и Песков... Украина была сильно милитаризована на момент начания специальной военной операции. И, как вчера сказал Путин, одной из задачей была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что всё меньше и меньше своего оружия Украина использует. В реальности проходит настолько успешно, что Украина обзавелась крылатыми ракетами. И такого понятия, как тыл, на оккупированных территориях больше не существует. Там, где было полностью БК, всё полностью... Вот так всё обрушено. При этом жалкие пропагандисты не постеснялись сообщить, мол, в Рыково ракета прилетела в жилые дома. Сегодня преступный киевский режим усилил обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонщины. Украинские боевики обстреляли семью ракетами пункт временного размещения эвакуированных в ПГТ «Лазурное» с Кадовского муниципального округа. И двумя ракетами жилой сектор ПГТ «Рыково», «Партизаны», «Генического муниципального округа». Ну да, в дома. А два дня там, видать, перловка на кухне детонировала. Ага. Впрочем, давно пора привыкнуть, что в России пропагандисты держат людей за тупой скот. Причём останкинские крикуны сами этого не стесняются. И прям говорят, что такую же информационную политику надо проводить и в Украине. Мы можем защитить русских людей. Это физическое взятие под контроль территорий, включение там нашей пропаганды и воспитание детей. И тогда украинцы не против России, а за Россию воевать побегут. Нужно, чтобы, как это было 20 лет назад в Чечне, чтобы сейчас произошло точно так же. Те люди, которые воюют против нас сейчас, должны в будущем воевать за нас. И здесь можно было бы долго смеяться, но именно такие темники спускают из Кремля останкинским крикунам. Причём самый чёткий маркер в этой истории – это хорошо всем знакомые беглые рукоблуды с Киева. Давай уже жалкие мочи своей сенсации. Может быть, президент, как верховный главнокомандующий, обратится к украинскому солдату. Может быть, министр обороны. Может быть, глава генерального штаба. Но сегодня нужно начинать диалог. Диалог с украинским народом, который находится в заложниках. И, поверьте, придёт тот момент, когда бригады, когда батальоны, когда полки будут переходить на нашу сторону. Расскажите кто-нибудь пацану, что ещё в первые дни спецоперации Путин ровно это же предлагал. Ещё раз обращаюсь к военнослужащим вооружённых сил Украины. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. И как-то не очень помогло, правда? Причём дед выставлял же свои хотелки ещё до Мариуполя, Бучи, ракет по жилым домам. И если тогда не срослось, то сейчас на что вы вообще надеетесь? Не, можно, конечно, как Киосаян каждый день, халва кричать. Украина никогда не была Украиной. Украина – это наша с вами земля. Но от этого ни во рту слаще, ни победа ближе точно не станет. Хотя мы не исключаем, что подобное творчество мужика Марго Симонена – это скорее личное и даже интимное. Мы не исключаем, что у Киосаяна во время пересчёта областей Украины, которые, по его мнению, точно нужно захватить, неимоверный прилив нежности к чернородной супруге возникает. Не вижу никакой возможности, чтобы Россия осталась без Одесской области нашей, без Черниговской, Сумской. Но как ни крути, и головой хоть немножко нужно думать, чтобы потом позориться не приходилось с вот такими перлами. А если Одесская, значит, Николаевская, потому что это Чёрное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Чёрное море внутренним морем России. Тут, признаться, мы, не сдержавшись, засмеялись. Чёрное море станет внутренним морем России? Серьёзно? Ну, то есть, это дитя солнечной Армении планирует не только Украину и Грузию, а ещё и страны НАТО, ну, типа, Румынии и Турции захватить? Серьёзно? Пока звучит как шутка, да? Ну, да. Азовская тоже звучала как шутка. И насколько же нужно быть неадекватным, чтобы нести такое, а какая Румыния, какая Турция, вы даже из пяти хаток Запорожской области убежали? То есть, у людей полные штаны и ватный памперс протекает, а они, вместо того, чтобы помыться, да привести себя в порядок, сидят и грозно трясут кулачками. Ядерное оружие является гарантией того, что ни одна натовская мразь не сможет перейти границу Беларуси, потому что будет применено ядерное оружие. Может быть, большой Варшавы не быть после того, как они захотят что-то маленькое устроить. Да-да, очень страшно, Киасаян. Вся Варшава трепещет. Осталось тебе только холопам рассказать, что результатом ударов этой самой ядеркой никто из вас насладиться не успеет, потому что не будет не только Беларуси, но и России. Или о таком глубинному народу запрещено рассказывать? Это как бы такая угроза для тех дебилов, оголтелых, особенно в Польше, в Прибалтике, которые думают, что можно тут быстренько здесь такую маленькую, такую сделаем операцию, но не получится. Маленькой операции не получится. Впрочем, здесь надо понимать, что все эти истерики и угрозы в реальности имеют лишь одну цель – отвлечь россиян от провалов на фронте. Ведь за прошедший год народы успели вложить в уши, что отрицательный забег из Харьковской области, ну, как и с севера Донецка, был случайностью, а правый берег Херсонской был мудрым решением Путина. Я не помню, чтобы это было часто в нашей стране, чтобы за непопулярные решения выходит человек, берет на себя всю ответственность генерал-армии Суровикин. Вспомните, какие дебаты шли в обществе по поводу решения, оставить Херсон? И насколько сейчас, мы должны сказать спасибо верховному главнокомандующему, который согласился с планом Суровикина, поддержал его. А отступлений якобы больше не будет. Царь за это своей репутацией отвечает. Ага. Факт, который неоспорим, даже на Западе Россия не отступит. Президент России поставил свою личную репутацию на успешный исход СВО и, в частности, на двигающегося сражения. А сейчас, на секундочку, представьте, какой шухер случился в Останкино, когда после этих слов российская армия принялась сдавать село за село. Естественно, внимание народа надо было как-то отвлекать. Здесь-то и пригодились не только фантазии Киосаяна, но и уже упомянутый Кива. Причем с Кивой вообще непонятно, смеяться или плакать. Любую неудачу, любую, любой провал нужно чем-то компенсировать. На протяжении всех последних месяцев россияне раз 50 хоронили Залужного и Буданова и ровно каждый раз садились в лужу. Ну и прямо сейчас сенсация. Главком получил осколочное ранение в голову. Каким огурцом он выглядел? А как все лепили из Залужного и Железного Человека, и Бэтмена, и Наполеона в одном флаконе. А подишь ты, нет теперь Залужного. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, тот самый, который признал причастность к терактам против России, был ранен в результате российского удара высокоточным оружием по зданию на Рыбальском острове в Киеве. Вот этот вот пирожок себя выставлял лицом украинского терроризма. Вот сколько ныли, 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 ныли и наныли на то, что прилетело Но сейчас авторы темников, судя по всему, решили, что народ не должен париться бегством армии, а напротив, должен ликовать. Здесь-то и пригодился смешной додик, который легким движением языка уничтожил сразу и Буданова, и Залужного. Вдруг замолчали две ключевые фигуры противостояния Залужный и Буданов. И все поняли, что Россия может заставить замолчать, когда она это захочет. И у всех вопрос, ребята, а кто следующий? Теперь замолчи. Но что тут скажешь? Чем бы дядька не тешился, лишь бы снова руки в штаны приселюбно не совал. Тем более нельзя не отметить, что Кио на российских экранах это хороший знак для Украины. Мы обратили внимание, что его всегда выпускают феерить перед масштабными перегруппировками, ну или тактическими отступлениями. Вот так, например, было в Харьковской области. Все украинские паблики забиты информацией побед освобожденных сел, которые были заранее подготовлены под это. Втянув фактически на километров 15 внутрь противника, и мы видим, как вертушки перебрасывают и фактически закрывают, создавая котел, в котором будет уничтожена одна из последних группировок ВСУ. А это уже незадолго до взятия Херсона. Наступление ВСУ на Херсон отменяется. Всех убили. Вот такой кусок. Вот представьте. Ведь это раньше была территория Украины. Три Прибалтики. Шесть миллионов человек. И это хорошо понимает Запад. Вот то, что сегодня происходит, это навсегда. Это навека вечный аминь. А значит, любые действия, происходящие на территории Российской Федерации, будут иметь адекватный ответ и с применением всего диапазон возможного вооружения. И нам очень хочется верить, что традиция не изменится и на Запорожском направлении. Ну а глубинному народу снова скажут, что ничего страшного не случилось, мол, подумаешь, снова убежали. Зато НАТО почти повержено. Техники у них не осталось, боекомплекта мало. В потере уже очень большого количества техники, которая была поставлена этим формированием, ну и личного состава. Мы, одна страна, потихоньку загибаем весь блок НАТО нашими подразделениями. А Россиюшка сейчас как проведет мобилизацию, как поднакопит снарядов и как попрет. А дальше уже пойдет, как говорится, уже, наверное, продвижение наших сил и средств уже в направлении, как говорится, столица Киева потихоньку. И миллионы людей, несмотря на унижение и очередную потерю территорий, будут слушать этот бред и засыпать счастливыми. Ведь это тот особый путинский народ, которому не нужна реальность, не нужны факты. Главное, вовремя подарить надежду, чтобы этой самой надеждой и жить. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал, ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин